Еще каких-то 50 лет назад почта была одним из главных способов связи между людьми. Многие из нас часто писали письма друзьям и родственникам, отправляли праздничные открытки близким к юбилеям и торжествам. Сегодня значимость этого учреждения не уменьшилась. Переводы и посылки приходят в почтовое отделение тысячами. Поменялась лишь форма работы и задачи, с которыми ежедневно справляются почтальоны и операторы. Многие операции сегодня совершаются через интернет, а новые услуги появляются практически каждый год. Поэтому сотрудники отделений почтовой связи просто обязаны идти в ногу со временем. Все новое быстро осваивается и активно внедряется в рабочий процесс. Каждый год мы практически внедряем новые услуги. Перечень услуг, которые сегодня предоставляются в отделении почтовой связи, очень широкий. Это часть и банковских услуг, часть страховых услуг. Но кроме этого, это наши основные почтовые услуги. И основные почтовые услуги, как требует время, это и экспресс-почта, это и доставка, это и почтовый курьер, это и посткроссин, пересылка сегодня почтовых открыточек. Накануне в городе над Бугом стартовал областной этап конкурса профессионального мастерства среди начальников городских и сельских отделений почтовой связи. В течение двух дней руководители демонстрировали теоретические и практические знания в почтовом деле, а также удивляли коллег своим творчеством. Кто-то из участников новичок, а кто-то уже побывал даже на республиканском этапе. Главное, что каждый из них стремился победить и доказать, что его отделение самое лучшее. Готовились основательно, готовили нас наши преподаватели, наши инструктора. Опыт, в принципе, очень большой, уже в связи больше 10 лет. Поэтому, возглавляя одно из больших крупных отделений связи города Бреста, это УПС Брест-16, оно у нас самое новое, с самыми новшествами, с электронной очередью, с видеонаблюдением. Поэтому надо достойно держать марку в своем отделении. Очень приятно участвовать в этом конкурсе. Впервые участвую. Готовились основательно. Будем надеяться, что все пройдет очень хорошо. Конкурс преследует несколько задач. Во-первых, подобные состязания помогают развивать умение выходить из сложных ситуаций. А во-вторых, это хорошая возможность оценить собственный уровень профессиональной подготовленности. Победители ожидают ценные призы и путевка на республиканский тур конкурса, где лучший руководитель Брестской области сможет побороться за звание лучшего начальника почтового отделения страны.